I have ways of blowing things off. Парочку мест. Я на всякий случай пролутываю. Я не знаю. Я вроде тут все лутал. Тут у нас, по идее, довольно хорошее сохранение. Потому что у нас тут только один перец. Да, да, да. До свидания. Ты меня не догонишь. Он там пройдет? Ха, он там даже не пройдет. Удачник. Так. Да, сюда я пока что, кстати, не могу зайти. Сейчас, где оно у нас там было? Погодите. Это было здесь. Тут у нас летает вот эта тваринка маленькая. Пока она не здесь. Давайте мы... Та-та-та-та-та-та. Экипировать. Вот. Вот так вот мы сейчас с вами сделаем. Попробуем, насколько эта штука работает. Куда и как я смогу пройти. И смогу ли вообще. Так, тут у нас стреляют по правой стороне. Мы пойдем по левой. Черт. То есть, его мне в любом случае придется убивать. Он меня просто не пропустит. А... Тогда вот так. Заряжай тарбалет. Надо отрубить этот тарбалет нафиг. Да, вот так. Хорошо. Теперь атака по вот этой штуке. Нормально. Атака. Нужно ноги рубить, чтобы он не смог уворачиваться от меня. Да, блин. Сдохни, пожалуйста. Чем он меня в последний раз бьет? Вот что мне интересно. Да, хорошо. Тут я побеждаю. Так. Надо бы подлечиться, наверное. Я так думаю. Сейчас посмотрим. У нас есть... А, у нас, кстати, кусок ткани есть. Хорошо. А, у нас... Что есть подлечиться? Яйца с беконом, черника. О, погодите. Я же могу этот... А голоду у меня, кстати, не так много. Мне тупо подлечиться надо. На, пирог с черника я сейчас делать не буду. Где у нас там было? Синие. Синие с красным. Синие с красным это же лечебное зелье, так я понимаю. Зеленая трава, синяя, красная. Блин, у меня как раз по одной траве всего. О, давайте тогда... Нет, нет. Это сделать предмет... Смесь... Красный и синий. Здесь, наоборот, я постоянно с резидентом путаю. Здесь наоборот. Здесь синие это восстановление, да? Значит, можно сделать... А, яйца с беконом сделать нельзя. Я могу сделать черничный пирог. Давайте я его сразу и приготовлю. Я могу сделать смесь трав. Да. Хорошо. Значит... Та-та-та-та. По-о-охавать. Не похавать, а травку. Травку надо. Смесь. Во! Отлично! У меня чуть-чуть здоровья не хватает. Сейчас... Блин, разум еще начинает падать. Это плохо. Бутылку виски. Давайте. Разум подгоним. Вот таким вот образом мы сейчас пойдем с вами дальше. Так, освежевать. Кожу. Блин, надо было его сначала обыскать, да? Это я не совсем правильно сделал. Ну, ладно. Дверь закрыта. Красным флаконом можно взломать. Погодите. Уйти. Огнево... Ладно. Мы нападаем на этих охранников. Получается, они... Ой, счастлива монетка. Как круто. Что-нибудь полезное? Кусок ткани и палку. Тоже очень классно. Сыр. Сыр, блин. Вяленое... У меня есть... Вот, вот, вот. Там что-то... Погодите. С вяленым мясом можно было что-то приготовить. Это я точно помню. Было что-то очень крутое. Сделать предмет. Яйца с беконом можно, да? Вот одно вяленое мясо. Делаем. Надеюсь, еда не пропадает у нас в инвентаре. Ну, ясно. Не хватает сил, чтобы выломать. Очень жаль. Так, доска. Вот эта доска идет нафиг. Разные вещи. Находишь пилу. Я очень рад, что ее нашел. Вот эти вот чуваки на меня будут нападать или нет? Дневник капитана на столе. Погодите, это нужно обязательно почитать. Где у нас тут? В книгах. Дневник. Учитель. Дневник капитана. Вот вторая часть. Капитан Рудимер. 30 апреля 1590 года. Было большой ошибкой соглашаться на должность командира в этом подземелье. Поддерживать дисциплину среди бойцов здесь, это задача на грани невозможной. Тут таяться силы, с которыми мы простые, смертные и бессильные. Я свыкся с местным безумием. Обнаженный, заключенный, распят на жертвенной статуе с свисающими наружу кишками. Просто очередной день в этих казематах. Все больше и больше людей совершает самоубийство. Больше еды достанется остальным. Позволить культистам проводить их темные ритуалы? Да пожалуйста. Теперь все жуткие кровавые сцены для меня нудная обыденность. Высший жрец потребовал отдать им захваченного нами капитана войск наемников Легарда полночное солнце. Поначалу колебался. В конце концов, его польза в целях пропаганды трудно переоценить. Но жрецы умудрились, убедили, убедить, наверное, вышестоящее начальство в обратном. Легарда перевели на нижний уровень, что под старыми шахтами. Ума не приложу, зачем им это понадобилось. Но чувствую, что ничего путного из этого не выйдет. Но приказ есть приказ. Не жаль бедняку. Очевидно, что Рондон предал его лишь потому, что он слишком быстро набирал влияние. Теперь его история закончится здесь. Запятная в различных богомерзких ритуалах. Да, видите, они на меня не нападают, если я сырое мясо. Если я не нападу сам за плесневелый бред. Находишь синий флакон. Ой, синий флакон, это хорошо. Два яйца. Вот эти вот тряпочки можно, да? Королевский флаг. Ты можешь, да, порвать флаг. Кусок ткани получаем. Мы только один кусочек можем с него взять. Вот, ребят, наконец-то те флаги, про которые вы мне говорили, что их можно порвать. Так, сырое мясо. Что-нибудь полезное. Я нахожусь в чернику, блин, как хорошо. Черники много. Голубой флакон. Вообще все красиво. Я так понимаю, мне нужна вот эта штука. Слушай, как где-то сработал какой-то механизм. Я так понимаю, что вот эта, та вещь, до которой я не дошел в прошлой серии. Меня как раз убил вон тот охранник. И мне не обязательно с ним бодаться. То есть я могу просто потихонечку теперь свалить отсюда. Главное, на эту доску не наступить. Тут у нас больше ничего нету. Нет. С этим я тоже драться не хочу. Мне, ну, в принципе, как-то... О, палка. Сок. Там, я не то имел в виду, блин. Черт. До свидания. Угу. Не хватает сил. Я вот эту бочку обыскивал? Ага, хорошо. Получается, я сюда приходил именно за этим. Тьфу ты, блин, я испугался. Хочу ли я сюда? Выломать. Ну, мне интересно, что там. К тому же здесь мне предлагают использовать красный флакон. Черт с ним, давайте. Сундук. Открыть. Орел. Камень-душ. Кажется, очень подозрительными и небезопасными. Порвать одеяло. Ну, тут у нас, получается, еще одна сохраняшка, да? Так. Ладно. Вот эта штука, она у нас сейчас отлично работает. Так, тут ничего не осталось, тут я все облутал. Ну, еще раз, что я, где я мог открыть? Тут у нас есть второе. А, это тут я... Камень-душ, я могу воскресить кого-то? Погодите. Выпускать. Камень-душ я могу использовать на труп. Чтобы его оживить, будет ли он за меня при этом? А, погодите, вы же мне об этом писали в комментах, что, типа, использование камня-душ, там у нас кидается монетка. Если все нормально, он за меня, если все плохо, то он еще и на меня набросится. Хе-хе, я вспомнил. Так. Не, я не хотел этого делать, блин, надо переставать. С вот этим вот чувачком, который там летает, я бы, наверное, не хотел бы ничего сейчас связываться. Так, ну тут ничего не открылось. Блин, он ко мне подлетает, иди в задницу. Хорошо, ребят, кто знает, что и где открылось, я был бы не против узнать такую информацию, это интересно. Я сейчас быстренько попробую пошариться там вверху еще. Ну, это же вверх, я надеюсь, подвал уровень третий. Тут взломать... У меня нету ключей маленьких, я так понимаю, да? Кожа. Серебряные монеты. Нет, у меня есть три маленьких ключа. Но они здесь не подходят. Они здесь не подходят. Ножли снять я, шкур. Ключ второго этажа, но это мы собрали с этого. Так, черника, погодите. Я могу приготовить еще один... ...пирог. И потом же его скушать, когда у меня чуть-чуть еще голод упадет. Хорошо. Блин, разум начинает очень сильно падать. Возможно ли то, что я ношу эту броню, роняет мне разум? Давайте я броню шкур одену. Все равно пока что охранников больше не предвидится. Там у нас этот перец ходит. Я не хочу... Я понимаю, что я могу от него убежать, но я не хочу на него наткнуться случайно. Останки странного существа. Кровь еще свежая. Это вот эти вот ребята постарались, да? Ничего полезного. Тут я уже все обыскивал. Поговорить я еще ничем не могу. В чем дело? Ты знал этого палача? Да, в некотором роде веришь ли в этих подземельях. Он был одним из главных влажностных лис. Он обрел свой обезображенный облик задолго до того, как попался в юной. Это место определенно сгубило его фистическое духовное состояние. Этот безумец хотел испытать свои методы и на мне, прежде чем я был спасен тобой. Да, это мы уже все говорили. Это уже все было. Неужели я тут больше ничего не могу сделать? Это я все облутал еще в прошлые разы. Тут у нас... Вот этот чувак ходит в центре. Я ему ничего не могу сделать. Тут у нас склепы плотно запечатанные. Тоже все как бы... Да, тут я тоже уже все ходил, все смотрел. Мне интересно, что и где могло открыться. Сейчас мы секундочку буквально здесь посмотрим. Ай, тут не могу выйти протиснуться. Очень печально. Было бы круто, если бы открылась какая-то могила или что-то, но... Погодите, а вот это... А, это... Здрасте! Комната заполнена мухами. Здесь сидит одинокий скелет. Мы здесь не были. Мы здесь не были. Два яйца нашли в бочке. Это открылась или я пропустил? Ребят, пожалуйста, подскажите, что это такое. Грибочек это. Тут много грибочков, кстати. Вон там... Ого! По-моему, я знаю, где это. Погодите, ребят. Вот это... Это случайно не тот колодец? Да, вот это вот гора трупов. Это тот колодец, куда можно спрыгнуть от зайцев. Да, и он тогда открывается внутри там. А, это, кстати, интересно. Тут у нас вот эти ребят, которые заражают паразитами. Слабеют от голода. Фига себе. Это когда я так успел? 49. Черничный пирог, пожалуйста, наверни. Эээ! А он только восстанавливает! Вы чё? Ээ, яйца с беконом. Отлично. У меня эффект сытости? Или чё? Эээ... Чувствую себя намного менее голодным. Ой, травка. Синяя трава. Это очень круто. Зелёная трава. Круто, круто, круто. Так. Дверь открываем. Мы, по сути, сейчас попадаем... О, грибочки тоже. Из них можно будет это рагу сделать. Тут у нас можно... Лежит труп, кажется, это по отношению к древним богам. Тут можно провести какой-нибудь ритуал. Это я помню. Грибочки, значит, мы тут, скорее всего... Ну, мы тут не были в этой катке. Скорее всего, я сюда приходил как-то до этого. О, синие. Ну, окей, не зря на кладбище вернулся-то. Тут можно было пройти дальше. Так. А сюда это... Отвратительная вонь и разложение. Да, это мы сейчас на улицу выйдем. Репу заберём. Давайте я этот круг уже совершу. Сырое мясо. И потом вернёмся туда исследовать. Там я... Короче, вот у меня сейчас сомнения. То, что я там открыл, это вот этот проход или нет? Тут торговца у нас нету сейчас. Жаль. Хорошо. Пойдёмте. Я же говорил в прошлой серии, что нам нужно сюда вернуться полазить. Но мы сюда вернулись таким образом. Эти подземелья у нас сообщаются друг с другом. Это хорошо. Пока что я, наверное, не буду никакой рагу готовить. Ничего. У меня вроде как хватает еды. Давайте мы с вами левую сторону сейчас исследуем. Насколько это можно исследовать. Тут у нас есть место подношения. Есть... Что у нас тут ещё есть? Давайте глянем. В бочке что-нибудь. Репу можно. Или взять, или почесать. Кожаный шлем. Миночку шлема у меня вообще нету. Как в экипировке. Я бы... Да. Я бы одел. Ай, блин. Тут эти... Непонятно, как они ходят. Мне бы с ним разминуться на самом деле. Ты идёшь меня атаковать или где? Где? Давай мы тебя обойдём как-нибудь по-хорошему. Я не хочу с тобой драться. Вот в чём проблема. Кожаный шлем ещё один. О, тут можно обыскать... Орешка. Не знаю почему. Орёл, чёрт. Тут я ничего не найду. Всё, что нахожу непригодно к использованию, обыскать. Орёл. Сейчас опять не в попад, да? Два промаха. Красиво. Обыскать. Орёл, блин. Ну, хоть одно. Дайте мне что-нибудь. Спасибо, игра. Просто обожаю тебя. Что-нибудь сырое мясо. Талисман очищения. О, второй. У нас был один. Это второй. Это хорошо. Обыскать. Орёл, блин. Ну, дайте мне орла хоть раз. Спасибо. Чё я нахожу? Кольчужный капюшон. Это, по-моему, что-то хорошее. Ну-ка. Экипировка. Даун лучше. Суперский. Всё, что повышает мою защиту, мне это нравится и мне это нужно. Так. Сундук открыть. Маленький ключ. Сундук, причём у нас даже не по лотерейке открывался, а просто. Тут дверь, которая... Что? Голоса в голове. Найди меня. Позволь пролить кровь. Дверь закрыта. На замке веднется эмблема ворона. Выломать? Вряд ли я смогу её выломать. Она огромная и металлическая. Я ещё... Промахнулся. Ха. А... У двери... Стату ворона... Ох ты же, иди отсюда! Оно за мной пришло, чёрт. Где мы с ним разменёмся? Я не хочу с ним драться. Интересно, там я на доску, если наступлю, там гвоздя не будет? У меня вроде есть трава, чтобы вылечиться, но всё равно не хотелось бы. А ты... Ага. Я там вообще пройти не могу. Ха-ха-ха-ха. Убежал. Я думал, не разменёмся. Разменулись нормально. Ты ж тут один был? Просто бочка. Просто Мария. Так, в ящике я нахожу грязь! Я нашёл грязь! Блин, ребят, всё. Победитель по жизни просто. Хорошо. Здесь у нас вместо... Ритуал поклонения. Здесь у нас дверь, которую мы не можем пройти. Мне нужен какой-то, видимо, или ключ, или ещё что-то. Сюда я пришёл через камеру. Это мой путь обратно, который. Так, а что у нас внизу? Кожаный шлем. Спасибо, такой уже есть. Пять огнив. Или огнив. Ну, это круто. Я пока что не до конца уверен, что понимаю преимущества света и факелов. Ой, блин, тут ещё одна такая фигня ходит. Я понимаю, что... Наверное, это будет убирать страх, что ли? С другой стороны. Это нужно в колодец свалиться. Понятно. Эта штука, наверное, будет опиум. О, опиум у нас... Ух ты ж! Не, ребят, если есть возможность не драться, я не буду драться. Труп, я не уверен, что я могу его обыскать. Так. Старый бочонный стеклянный флакон. Наполнить вины. Да, это вином я хочу наполнить, потому что у меня скоро это сознание поплывёт, и мне нужно будет как-то лечиться. Стул, кажется, не к месту. Да, мы это с вами уже видели. Тут у нас ходит чувак, мы его убивали, но нам, в принципе, оно не надо его убивать. Здесь винные бочонки, а также их родители. А тут дверь вот эта, это что у нас? Может, тут какой-то срез. Я бы на самом деле потратил бы ключик. Я видел там, нельзя взломать, а можно... Да, можно использовать маленький ключик. У нас их довольно много. Давайте слегка голоден, ну слегка тут такое. Это вроде как у нас основной центральный зал, да? Где мы... Так. Ну, я думаю, что я понимаю, где я нахожусь. Да, это у нас выход обратно. Э-э-э-э... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Как ты здесь... Ты что, со мной что ли пойдешь еще совсем дурак? Ну, давай, иди. Ты же не пролезешь. Пролез говно кусок. Вы мне после того, как написали про эти кишечные палочки, которые они нам дарят, я не хочу с ними драться, потому что, ну... прикиньте в таком месте понос прихватит это все так ну все ты вылез до свидания это ж ты вылез который здесь был так в бочке вяленое мясо ой вяленое мясо кстати хорошо тут ничё с этими штуками ничего сделать нельзя нас там вроде когда проход вот этот череп он у нас тоже не о чем хорошо а тараха сейчас мне по идее туда не надо наверное он так ходит там охраняет ладно черт с ним пойдем отсюда сейчас где у нас был этот урод вон он там иди сюда давай 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 заходи они такие медленные с другой стороны как бы хорошо их можно оббежать но черт ждать пока он выйдет чтобы так то они в бою не очень сложные ребята но то что они заражают кишечной палочкой это не нравится хорошо грубо говоря я тут все обошел мне нужно как-то открыть ту железную дверь как открыть ту железную дверь ребят я был бы рад услышать если вдруг будут какие-то намеки подсказки хорошо пойдем мы сейчас наверно с вами через верх обратно там не должно было никого остаться как бы нам сохранится и где нам сегодня сохранится я думаю у нас есть несколько неплохих таких мест куда бы мы могли пойти поспать интересно вот эти жучки которые от нас убегают это что-то или не что-то но того стоит не стоит охранников тут по идее не должно было остаться никаких вообще лута тоже не должно было остаться никакого вообще мы нажали на рычажок что-то где-то сработало а я могу печку зажечь видимо приготовить себе что-то кстати неплохо делать этого конечно сейчас не буду у меня там есть костер грубо говоря бесплатно это вот вот это вот выглядит как проход очень жаль и вот это выглядит как проход а это и есть проход блин пока ты в него не ткнешься не узнаешь чёрт сколько я здесь ходил хорошо что я вернулся стеклянный флакон суперский он пустой туда можно быть что-то синяя жидкость вообще замечательно ящик что-нибудь полезное красные травы просто замечательнейшие лучше вяльное мясо отлично бутылочку эля вообще суперски страха владевает кстати о бутылочки эля сколько у меня 43 разум 50 стеклянный флакон где у меня там вино было где были бутылки с вином зелье жизни червивый сок блин гриб репа грибную работу рабу храгу взрывной флакон флакон с вином вот две штуки давай-ка мы он царакет восстанавливает хорошо вообще отлично мы теоретически знаем где у нас находится все такие места получается нужно прокликивать кто бы знал то значит эти двери они реально проходы но стеклянный флакон спасибо ребят честно не догадался до этого извините так порвать флаг я вижу там в клетке кто-то мышцы обязательно к этому кому-то подойдем возможно даже освободим лишь маленькую девочку запертую клетки опрещать лицо от твоего взгляда ты будешь что-то делать да сначала поговорим фига ли я буду открывать я не знаю кто это схлип схлип ты в порядке она не отвечает маленькую девочку прячет на этот это поговорить ты монстр она не отвечает я не знаю кто это ты же на столе карту показываю расположение военных отрядов ты находишь приказы капитана среди других документов и бумаг а также четыре от него а это вот это вот круто ну-ка приказ капитана это мы будут у нас здесь то давайте почитаем возвращаясь к тому что мы обсуждали в прошлый раз мы более не нуждаемся в тех пленниках судьба этих ублюдков отныне не в наших руках делайте с ними все что пожелаете коль вы намерены приступить к своим без безрамственным планам пожалуйста убедись в том что никто никому будет рассказать о ваших опытах никаких свидетелей так сказать жестокость это очередная обыденность военного времени думаю вам это известно как никому так же как и то что некоторые вещи выходят за пределы разумной жестокости а потому никогда не должны применяться на людях ни мнений вам не нужны лишние слухи ищите в моих словах желание вас оскорбить но ради моего же успокойства я надеюсь более никогда не увидите от вас письма капитан рудимер так ладно пока я сейчас читал на самом деле я вспомнил что вы мне писали про некую девочку в комментариях которую можно освободить и она вроде как не особо что делал смысле она не особо что делает в бою и так от нее толку то не очень мне теперь интересно другое у меня есть грязь выглядит как фекалии пахнет как фекалии зачем вообще собой это носить я не знаю чувак честно давай-ка мы с тобой сейчас бахнем пирожек о рогушку до рогушку оба хорошо вот это вот девочка и чем не с ней делать это у нас проход возле библиотеки все это время тут были вот эти вот двери в которые тыкался носом это не догадывался нажать гениально так ничего хорошо пусть эта девочка здесь покукарекает на этом этаже все равно ее больше уже ничего не сожрет я тогда к ней вернусь я хочу вспомнить что вы мне писали то было пару недель назад вы мне писали в комментах про эту девочку что что-то будет ее можно будет спасти и можно будет еще что-то смерть это ответа да 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 помню такую тему осталось ничего ценного это мы все обыскивали кстати в тему о том что шкафы двойные не осталось ничего ценного ничего не осталось может я их два раза обыскивал уже ну хорошо значит на первом этаже у нас девочка я пока не уверен что хочу и вытаскивать по одной простой причине я не уверен что я смогу ее прокормить давайте так она же тоже будет хотеть есть она же тоже будет я вот туда заходил к этому третьему ящичку заходил сюда мы сейчас к сейву идем получается тут у нас место жертвоприношения который я тоже а так кстати а вот это вот ее можно сюда привести и убить получается ее можно сюда привести и ну грубо говоря совокупиться с ней тоже получается как жертву ну как хвала богини вот этой вот как и еще дым до сих пор идет я же все взорвал так хочу ли я тут сохраняться это далеко от всего но здесь относительно кровать плохом состоянии по земле кажется очень темными и я не знаю где теперь хочу сохраниться здесь или мы проделали очень большой путь и я не хотел бы сейчас где-то случайно откинуть копыта с другой стороны сколько умничать лимония так три штуки вроде как я думаю что а стоит ли мне открывать шорткат в колодце сейчас вообще что она мне даст вроде как наверное ничего а нет нет я не знаю могу ли я туда физически упасть или нет я не буду пытаться я просто обойду я не эта игра довольно жесткая не знаю если здесь есть ограничители и поэтому я не хочу таким образом испытывать судьбу так там у нас где доска с гвоздями с этой стороны да с этой стороны идти значит тут я точно все обшарил ну да я гнилое мясо не взял от я помню хорошо улица 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 вот этот колодец куда можно прыгнуть и открыть дверь с той стороны не знаю что мне это даст вот эти жучки я не знаю могу ли их поймать давайте у нас есть два камня хочу ли туда заходить да нет пока шнер не буду мне там вроде как нечего делать ладно мы вернулись к этому месту и здесь у нас до туалет в который мне настоятельно не рекомендовали нырять сказали что не очень хорошие вещи со мной случаться если это сделаю здесь у нас был я просто по второму разу прохожу уже с новым взглядом пытаясь куча книг тут у нас был вот этот наш дружище один из один из персонажей игры которые так она помните что здесь а да здесь у нас проход кроликом и чувак который бабочка и тут больше вроде как ничего не было говорят что вот этот вот и бабочку и этого а это взорвать наверное можно было бы хотя и бабочку и гидру можно типа убить и они безвредные но мне с этого ничего не будет поэтому я пока тоже смысла в этом не вижу никакого где-то что-то открылось давайте как-то внимательнее может быть на стенке смотреть где и что могло открыться мне вообще казалось что это там где-то в тюрьме должно было что-то открыться но так то кто его знает я он сейчас ходил случайно эту девочку нашел чтобы честно я был я посмотрю почитаю просто перечитаете коммент который мне писали вот эта девочка типа она может быть моим спутником но она в бою практически ничего не делает но этой в этой понятно она девочка блин стол чистоте порядке да 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 бла 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 тут у нас ничего не осталось в бочке ничего не осталось тут я все обыскивал да хорошо пойдем туда я даже не знаю куда мы тогда пойдем сейчас тут у нас гидра мясо у меня есть конечно некие предположения так в плохом состоянии подземелье кажется опасными спасибо до свидания я понимаю что это все равно шанс сохранения но я бы наверное предпочел кстати мне очень сильно обидно стало что вот эта штука не открывается и не откроется интересно можно ли здесь например какие-то вещи они а я сюда даже пройти не могу что ли а могу если я например вот это от него зажгу тут есть подобные штуки как например в том же в той же горе гримрок когда зажигаешь факел у тебя срабатывает какой-то скрипт или нет вот это интересно я не совсем еще знаком со всем что здесь происходит поэтому хотелось бы узнать тут нас просто кривые стенки я из вот этого теперь буду прокликивать мне кажется что я могу пропустить что-то важное поэтому то смотрите не зря же у нас огонь и здесь и там ведь у нас здесь светло смотрите стоит подсвечник но при этом огни вы можно разжечь еще и так я могу воскресить обыскать слегка голоди не осталось ничего полезного пойдем получается ключ мы у него забрали все нормально хорошо по сути у нас сейчас есть несколько путей куда мы можем сходить у нас есть а его случай не вот это открылось что-то ждет тебя по ту сторону железных прутьев но я рад этому чему-то просто несказанно здесь у нас ничего не могло появиться вроде нет ну пойдем а вот что вот что появилось у нас лифт появился вот этого не было вот этого абсолютно точно не было рыться в этих останках я до сих пор не отважусь черт а теперь можно бы сохраниться я так уже в принципе много чего сделал ладно поехали с вами или сохраниться не сначала поехали я не могу с этим лифтом а перед тобой стран механизм использовать механизм вверх или вниз вниз я могу потом на нем уехать я надеюсь да здесь груду сожженных тел это сожженные это тот волк про которого вы мне писали погодите погодите у меня есть вяльное мясо гнилое мясо гнило мясо у меня только один кстати у меня есть сырое мясо ромес довольно много я могу его угостить мясом насколько я понял я боюсь туда без сохранения эти черт побери это ничего а вот это вот как-то выглядит очень подозрительно погодите они не 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 погодите я не хочу пока ни с кем драться стойте тут мост нет уйди 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 от меня зачем я сюда иду зачем я сюда иду блин меня зажали тут чувак пугало я максимально постараюсь ни с кем не драться что за чувак пугало и ребят ой тут есть проход дальше круто что за чувак пугало и что мне с ним стоит он на меня не бежит он ко мне не нападает кстати это я помню вы говорили что любой враждебный персонаж будет моментально ко мне бежать и на меня нападать привет тебе незнакомец пакет кат как себя чувствуешь все чудесный день я хочу умереть он на меня нападет как всегда печально что в нем такое чудесного новый день приносит новые испытания ведь что такое жизнь без испытаний жизнь интересна не правда ли а жизнь интересна если ты интересен точно подмечено ты мне уже нравишься я знаю что мы только что встретились на уже чувствую как образовывается связь между нами надеюсь ты не против если я спрошу напрямую всех живых людей можно разделить на две группы так есть дети света те кому предназначено ходить в ярком свете солнца эти люди хорошо переносят все тяготы жизни они имеют они имеют близких людей которым хотят вернуться даже в самый темный час они чувствуют тепло любимых своей душе от чего стали становится еще храбрее но в противоположность им есть люди тьмы таких людей интересны таких людей интересное течение жизни частенько приводит горе и печали но они приспосабливаются жить с этим более того они начинают любить извечную тьму в своей душе такие люди могут черпать силу во тьме не полагаться на других им нужна лишь тьма их старая подруга и так люди света и тьмы ты чьих будешь слабеет от голода как круто блин страха владевает а я тьма да вы все таки я так и думал рад что услышал от тебя честный ответ скажи может ли быть что ты любишь меня нет очень хорошо очень хорошо это неуправдивые слова даже если их больно слышать я говорю так сейчас но позже наверняка почувствую себя действительно ужасно но тебе не стоит беспокоиться об этом правда со временем я полюбил это чувство чувство отверженности в любом случае я своего рода торговец я продаю изысканные вещи и оружие тем кто в них нуждается за но самое смешное то что мне не нужно твое золото или серебро я меняю вещи на детей приводи их ко мне не пожалеешь о потраченном времени видишь ли мои карманы очень глубокие я понял зачем мне девочка нужно два сушеных гриба стоп что меня во первых мне нужно черт 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 где-то 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 это не здесь взрывной флакон с вином раз немножечко привести себя в порядок во вторых шишка с салями табак сырое мясо репа по видео мне не одну а вот они черничный пирог он восстанавливает яйца с беконом оба блин их тут много я не хочу с ними всеми сражаться типа но я их убью но они меня навесит кровотечение мне она не надо вот это что за фигня вот это что за фигня перед тобой древняя статуя ты хочешь помолиться пока нет я пока вообще без понятия но нам описывали богов и что они делают богов богов смысле и вообще какой эффект они вроде как так хорошо наверх у нас есть ну грубо говоря торговец но я сказал ему честно то что я думаю теперь вот это вот что это такое перед тобой странный объект а отойти никакой сломать вы че чужого не смог ты слышишь что-то во тьме блин тут их много тут их много там что-то блестит на полу здесь что-то блестит ты находишь камень душ я пошел отсюда и так чем ты меня будешь атаковать пещерная мать твою не буду говорить чего предмет взрывной флакон так предмет она призывает всякое говно атаковать ты посмотри сколько у нее хп я потерял ногу так а потерял еще одну ногу а грудь надо было отрубить для того чтобы да понятно терпит паразит положение хорошо хорошо я в принципе понял тогда ребят то что я вам сейчас предлагаю вот в общем то да я пошел без сохранения но в принципе то что нужно сделать нам нужно да 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 за ком со мной следит нужно пойти включить лифт нужно пойти вытащить девочку я быстренько наверное это сейчас все то же самое что мы сделали с вами сегодня мы с вами сегодня ни с кем ни разу не дрались то есть мы просто исследовали локации и находили что к чему что я сейчас сделаю сейчас мы ребятки с вами заканчиваем серию я пойду вне камеры быстренько сделаю все то что мы сегодня сделали то есть пойду замаскируюсь прокрадусь не подравшись включу лифт потом пойду по открываю двери в тех канализациях приходят эти чувачки длинноногие тоже с ними не буду драться просто там все облутаю потом пойду открою на открою дверь к девочке спасать я ее пока что не буду и наверное сохранюсь перед входом во второй уровень подземелья там где прятался чувак от трудом а трудом а как его звали этого чувака 3 тюма вот сохранить наверное на этой кровати или сохранить какой-нибудь нынчки и в следующий раз мы с вами начнем с того сохранения где вот все что мы сегодня сделали будет уже сделано и блин что мне с этой матерью делать так то ее не лезть туда а зачем я туда полез там камень душ там больше ничего нету то есть там у нас есть в подземелье у нас есть с одной стороны пойти там камень душ и матерь ночью так и через за ногу получается у меня нет кольчужного шлема надо будет пойти обыскать там все заново хорошо сверху у нас торговец детьми и проход дальше и сбоку у нас статуя которой можно помолиться и где-то там ходит волк если я правильно понял это тот самый волк которого можно приручить мясом все ребятушки на этом пока серию заканчиваем увидимся тогда с вами в следующей серии всем удачи добра бобра все молодушек и всем покеда все Субтитры сделал DimaTorzok